Мы бы победить! Чтобы победить! Мы бы приехали, чтобы победить! Так выглядели подступы к стадиону «Сатурн» за полтора часа до матча. Едва же арбитр дал свисток к началу игры, радостный рёв бояльщиков обозначил по меньшей мере трёхкратное армейское превосходство. На поле преимущество ЦСКА было не столь очевидным, и всё же инициативой владели именно подопечные Газаевы. Отчасти это обуславливалось сумасшедшим настроем, отчасти потерями «Сатурна». Кляпкину и Йовичу, дисквалифицированном в предыдущем туре, добавились Кураев и голки Перчижов, получившие травмы на тренировке. Первые армейские моменты, претендовавшие на то, чтобы завершиться взятием ворот, не принесли успеха команде. Яновскому, а потом Симаку, только и оставалось, чтобы поочередно хвататься за головы. Наконец мяч болтыхнулся в сетке за спиной Помазуна, но нижегородский арбитр Егоров отменил гол, посчитав, что Симак перед тем, как отдать последнюю передачу Попову, нарушил правила в борьбе с Мором. Расстроившись, болельщики ЦСКА забросали поле петардами. Сатурн, как известно, тоже имел турнирную мотивацию, а потому в обороне не отсиживался. Грамотная позиционная игра армейских защитников не слишком-то давала приближаться к воротам Руслана Негматулина, но слабое место в ЦСК механизме все же обнаружилось. Саламатин не всегда успевал возвращаться назад, и несколько довольно опасных контратак Сатурн провел именно правым флангом. Впрочем, самый сильный эпизод роменчане разыграли через центральную зону. Горшков выдал изумительную передачу Медведеву, но форвард не смог реализовать выход один на один. Ближе к свистку на перерыв ЦСКА безуспешно требовал пенальти, считая, что Мор нарушил правила, отбирая мяч у Попова. Больше всех негодовал по этому поводу сам Попов и даже подводился бы толкнуть арбитра в грудь. Тот, в свою очередь, вынес предупреждение своему обидчику, да тем и ограничился. Равновесие в матче нарушилось, едва началась вторая половина. Гусев традиционно навесил со своего фланга, мяч в штрафной площади принял Семак, укрыл его корпусом от защитника и отпасовал лайзенсу. Светловолосый хаббек ЦСКА, никем не атакуемый, пробил в дальний угол. 1-0. Помимо этой неприятности, над Сатурном висела плохая новость из Лужников, где главный конкурент Торпедо мини-палил. Разумеется, хозяева усилили атакующие мощности за счет игроков обороны и едва не оправдали свой риск. Защитник Сосновский оказался в устрашающей близи с Нигматулиным, но в створ не попал. А затем Горшков, окружаемый армейской защитой, вновь успел выдать тонкую передачу Медведеву, который, в свою очередь, как и в первом тайме, не смог переиграть голкипера. Медведев заменили. Выжидший вместо него Цирюта красок подмосковной команде не добавил. ЦСКА же, выманивая Сатурна свою половину, атаковал редко, но со вкусом. В середине тайма Яновский с места левого крайнего сделал передачу в штрафную, где ее уже поджидал Гусев. Удар головой и помазун бессилен. 2-0. От отчаяния Сатурн едва не бросил играть. Почти с полчаса после гола, забитого Гусевым, Сатурн безучастно стучался в армейскую стену. ЦСКА же, начав осознавать собственное превосходство, заиграл совсем уж свое удовольствие. Даже удар ребежи в перекладину не смутил подопечных Газаева. Напротив, только раззадорил. Уже в добавленное арбитром время лучший игрок матча Гусев организовал результативную контратаку. Его пас на Кириченко был одновременно прост и геометрически безупречен. Вышедший на замену форвард не имел права загубить такое начинание. 3-0. И счастливые армейские фанаты готовы разорвать Гусева на мелкие сувениры. Ты, пожалуйста, Ролан. Да я, братка, блядь, так, давай. Да ты что, ёпта. Блядь, хорошая. Ролан, молодец. Прости, пожалуйста, Ролан. Дай интервью. Ролан, молодец. Одежду Ролана довелось пощупать далеко не всем. Часть армейских фанатов, что осталось без священной материи, не зная, куда выплеснуть нахлынувшие эмоции, выбрала в качестве мишени сотрудников правопорядка. Стадион «Сатурн» в очередной раз обнаружил свою неспособность обезопасить болельщиков от пьяной толпы.